В 2019 году у нас год здоровья в республике. Почему? Мы посмотрели по самым проблемным вопросам. На первом месте были дороги. Мы серьезно сделали такую работу в 2018 году. На втором месте это здравоохранение. Что в Удмуртии сделано в сфере медицины, об этом президент России спросил главу республики сам, потому что в стране стартовал национальный проект здравоохранения. В Удмуртии его намерены подкрепить и своими инициативами, доложил Александр Бричалов. Одна из основных задач – капитальный ремонт больниц. Десятками лет у нас не выделялись деньги из бюджета Удмуртской республики на капитальный ремонт. Больницы выходили только за счет платных услуг. А это очень много. И я думаю, вы сами, как пациенты, знаете, в каком состоянии сегодня. К сожалению, в этом плане находится большинство больниц. Это очень значимо. Среди заболеваний на первом месте в республике по-прежнему сердечно-сосудистые и онкологические. Возможность снизить смертность от этих болезней появится только если наладить первички. Для этого принято решение в семи межрайонных больницах открыть центры онкологической амбулаторной помощи. В Уве появится еще первичное сосудистое отделение. Если в этот год заложить именно фундамент долгосрочной программы, долгосрочности действий, тогда можно ситуацию изменить и добиться стабильных результатов. В год здоровья акцент еще и на формировании здорового образа жизни. Профилактика все-таки дешевле, чем лечение. Федерация скандинавской ходьбы на первых ролях. Активные выходные с палками, на лыжах, бегом возможности приобщиться к любительскому спорту будет еще больше. Вот эти мероприятия наметили, предполагая, что участие как раз позволит людям чаще заниматься спортом. Если не получится достичь каких-то результатов, то по крайней мере достижение того, что здоровье улучшается у человека, желание появляется заниматься физической культурой и спортом, это явно. Среди профилактических мер депутаты Госсовета Удмуртии готовят новую инициативу. В феврале представят законопроект по недопущению несовершеннолетних в кафе, где работают кальянные. Альбина Валикжанина, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия».